Но для начала я дам вам определение. Не свое, а первого автора, который описал риторику, это Аристотель. У Аристотеля есть произведение, которое так и называется, риторика. Аристотель не был первым ридером. Считается, что первым ридером был Сократ. Но Аристотель с присущей ему скрупулезностью описал риторику, описал ее основные категории, понятия, техники. И именно его определение я хочу вам предложить. Я его вам предлагаю и одновременно я буду его комментировать. Итак, определение у Аристотеля следующее. Риторика это возможность подобрать возможные способы убеждения. Возможность подобрать возможные способы убеждения относительно данного предмета. Каждое слово в этом определении имеет огромное значение. И я сейчас вам это прохожу, продемонстрирую путем герметического анализа. Герметический анализ это анализ на понимание текста. Начнем с первого слова. Тем более, это слово используется у Аристотеля два раза. Это возможность. Аристотель в Никомаховой этике, у него есть еще одно произведение, описывает это слово, прям целый параграф, посвященный этому слову. Что такое возможность? Возможно, это полисимичное слово понятно, но в моем представлении, которое сформировалось из Аристотеля, возможность это как натянутый лук. Возможность это то, что есть такая возможность. Есть возможность поступить так. Когда возможности реализуются, возможности перестают существовать. Если мы реализовали возможность, например, поесть мороженого, все, в момент, как мы начали его есть, возможности нет. Оно стало реальностью. А возможность, это натянутый лук, это вот, это возможно. Риторика дает возможности. Из-за риторики вы можете, вы получаете возможность что-то сделать. Вы можете ее реализовать, можете не реализовать, но возможность, потенция у вас появилась. Второе ключевое слово в этом определении это цель, цель риторики. Цель риторики убеждать. Есть речь, в европейской культуре есть такое выражение бла-бла-бла, вы может быть знаете. Бла-бла-бла это пустая речь, в русском языке болтовня. Болтовня это речь идет, вы звук слышите, а зачем? Зачем? Это болтунь. Это человек сотрясающий воздух. Риторика это речь, направленная на убеждение. У меня есть одна позиция, у аудитории или нет позиции, или другая позиция. Я произношу речь. И риторика дает мне возможность сделать так, чтобы моя позиция стала позицией аудитории. Это возможность. Следующее, что есть в этом определении, это способы. Риторика, это механика, это способы, которые можно дать, можно выучить. Там нет ничего мистического. Там есть определенные способы тупо их выполнять, подбирать и подобрав какие-то из наборов, которые я вам дам, начиная набор невербальники и заканчивая силой голоса, подобрав правильный этот набор, вы убедите в своей позиции любого слушателя. И последняя часть, на которую я хотел обратить ваше внимание, это тема по определенному предмету. Если вы хотите убеждать, определитесь по поводу, какого предмета вы хотите убеждать. А надо ли вам вообще? Надо ли вам убеждать? Вот общее понятие риторики по Аристотелю. В учебниках есть и другие определения, но мне показалось, что это понятие очень емкое, содержательное. И там есть то, что притягивает к риторике. Редактор субтитров А.Семкин